В Доме молодежи прошел благотворительный турнир по боксу между атомными городами на Кубок Рфятс-Внеев. На ринге выступили 11 боксерских пар. Саров сражался против Заречного. Турнир по боксу – ежегодное мероприятие «Арфятс-Внеев». В этом году соревнования проходили между спортсменами Сарова и Заречного под слоганом «Пока мы едины, мы непобедимы». Сегодня соревнуются спортсмены из двух атомных городов – это Заречный и Саров. Турнир проходит уже не в первый раз, но в таком формате. Проводится он впервые. Помогают его организовывать и Российский федеральный ядерный центр, и Ассоциация закрытых атомных городов, и профсоюзная организация ядерного центра помогает, и, конечно же, органы местного самоуправления города. То есть здесь мы видим консолидацию всех сил. Атомные города – это те города, которые после окончания Великой Отечественной войны обеспечили мир на этой земле. И очень символично, что в преддверии Дня Победы здесь спортсмены из атомных городов просто делают для нас праздник бокса. Это здорово. В связи с пандемией турнир не проводился два года, но в 2022 году традицию возобновили. Наконец-то отступили до ковидное ограничение. Наконец-то мы здесь все вместе собрались. Опять на этом чудесный праздник. Праздники спорта, праздники бокса. Как было уже сказано, бокс, как и любой спорт, он прежде всего в человеке формирует чувство патриотизма, что сейчас для нас очень-очень важно. Поэтому нашим спортсменам, всем спортсменам желаю честных и ярких побед. Саров выиграл Кубок РФЦНЕФ 2022 с общим счетом 7-4. Горожане активно поддерживали не только свою команду, но и успешные выступления соперников. Отряд юных инспекторов движения 11-й школы совместно с сотрудниками ГИБДД Сарова провели акцию «Мой друг велосипед». Ребята напомнили велосипедистам, какие правила дорожного движения нужно знать, чтобы безопасно передвигаться по городу на средстве индивидуальной мобильности. От шалости до беды всего один шаг. Невозможно продумать все риски, которые последуют после несоблюдения правила дорожного движения. Поэтому акция «Мой велосипед» призывает нас не подвергать себе опасности и во время движения через дорогу слезать с велотранспорта. Акция «Мой друг велосипед» прошла в рамках Дня единой безопасности. Ребята из отряда юных инспекторов 11-й школы и сотрудники ГИБДД общались с велосипедистами Сарова. Вместе обговаривали такие важные правила дорожного движения, как спешивание во время перехода проезжей части. Передвижение на велосипеде только по тротуарам до 14 лет. За 2021 год на дорогу города Саров произошло два дорожно-транспортных пришествия с участием велосипедистов. Это были два несовершеннолетних велосипедиста. Оба ДТП произошли по их вине. Велосипедисты переходили по проезжей части, не спешившись. У обучающихся 11-й школы в возрасте от 9 до 14 лет есть возможность вступить в отряд ЮИД. Там ребята изучают правила дорожного движения, способы оказания первой помощи, принимают участие в акциях, пропагандирующих дорожную безопасность. В Ледовом дворце торжественно открыли мемориальную доску в честь Вячеслава Логинова, человека, который внес большой вклад в развитие спорта в нашем городе. В числе его заслуг строительство ледовой арены. Почтить память Вячеслава Николаевича пришли руководители города и ядерного центра. Напряженные тренировки, сильные соперники, острые состязания. Сейчас едва ли можно представить Саров без его спортивной жизни. Но мало кто задумывается, какой долгий тернистый путь прошли основатели Федерации хоккея и футбола, чтобы юные саровчане каждый год могли делать робкие шаги на этом поприще – учиться, совершенствоваться, побеждать. В Ледовом дворце особый день – день памяти удивительного человека, основателя «Снежной арены» в нашем городе Вячеслава Николаевича Логинова. Любой спортивный праздник, Вячеслав Николаевич в центре, Вячеслав Николаевич, душа вокруг него, значит, и формальные клубы, и неформальные клубы спортивные, и всегда это какие-то обсуждения, причем какая-то неимоверная способность параллельно, вроде бы отдыхая, значит, вроде бы общаясь просто в неформальной обстановке, решать какие-то вопросы. Практически все свободное время Вячеслав Николаевич посвящал развитию футбола и хоккея в нашем городе. Однако решение многих вопросов требовало помощи. Для этого он создал футбольно-хоккейную ассоциацию Сарова, в общественную деятельность которой привлекал депутатов, руководителей предприятий, чиновников и бизнесменов. Этот человек предпочитал командные виды спорта, и главное, на мой взгляд, достижение в том, что он смог сплотить команду из совершенно разных коллективов. Это представители депутатского сообщества, администрации, руководители ядерного центра, это представители бизнес-сообщества. И объединив эти усилия, понимая, что все эти усилия направлены на благо, удалось создать этот объект. Открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Николаевича Логинова в Ледовом дворце – возможность еще раз отдать дань уважения и выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашем городе. В Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. В рамках мероприятия прошел выпускной воспитанников школы, посвящение в хоккеисты юных спортсменов, награждение лучших игроков. Пробки и еще немного неуверенные движения, ребята пока только привыкают ко льду. Казалось, они только вчера встали на коньки, а сейчас с большим энтузиазмом постигают лазы такой непростой игры, требующей от юных спортсменов полной отдачи. Я играю в хоккей уже полгода. Мне было трудно сначала делать броски, мне это было очень тяжело. И я занимаюсь с Михаилом Михайловичем. Он мне хорошо меня учит. А в хоккее очень тяжело играть, потому что форма тяжелая. Стук клюшек, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов завершивших сезон 2021-2022. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе. Наградили лучших игроков. С успешным завершением сезона воспитанников, тренеров и родителей поздравил председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. Я хочу пожелать начинающим юным хоккейистам проявлять просто достижение цели. Стремиться со своими значимыми товарищами. Играйте какие-то отличные игроки. Всем ребятам, которые уже выпускают свои желающие успеха в жизни. Помните, свои колоссийцы, которые здесь приобрели. Не теряйте оба, который вы получили играть в команде. В центре внимания на торжественной части были, конечно, выпускники. По традиции на лед ребята вышли уже без формы. Сезон для ребят выдался непростым. Они играли на первенстве Нижегородской области среди взрослых команд. Поскольку эти состязания не требовали от юных хоккеистов долгих выездов, и они могли больше времени посвятить учебе. И если поначалу ребятам пришлось совсем непросто, сдаваться они не привыкли. Итог впечатляет. Третье место из 16 команд. В конце вообще хорошо играли. То есть влились они уже вот в этот ритм. Возрослый хоккей уже вошли. Поэтому я считаю, все молодцы. Всем большое спасибо за сезон. Особенно большое спасибо болельщикам, которые приходили, поддерживали нас в нашем ледовом дворце. Замечательно. Прошли тяжелый путь. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые приложили руку к нашему воспитанию. Родители, безусловно, помогали нам в любом моменте. И также зрители, которые всегда поддерживали нас. Спасибо. Жаркие баталии, ярчайшие победы, разгромные поражения. Этот сезон подарил болельщикам, тренерам и самим игрокам море непередаваемых эмоций. После торжественной церемонии на ледовой арене младшие хоккеисты показали мастерство владения клюшкой и шайбой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА